друзья всем привет продолжаем серию видео обзоров на различные стрелковые аксессуары на различное стрелковое оборудование сегодня хотим записать такой небольшой ролик о таком аксессуаре как стрелковый коврик стрелковый мат я думаю что все стрелки со мной согласятся без стрелкового коврика нам в принципе не обойтись он делает нашу стрельбу комфортной в разное время года зимой осенью летом весной мы стелим его под себя и тем самым коврик не дает нам замерзнуть или испачкается в общем такой годный аксессуар и я думаю что практически каждый стрелок пользуется так или иначе каким-то ковриком или каким-то стрелковым матом для начала я бы наверное хотел разделить стрелковые маты на две категории первая категория это легкие и компактные коврики они для в основном для теплого времени года то есть это лето это теплая осень теплая весна и вторая категория это коврики для холодного времени года для зимы для холодной осени для ранней весны они как правило габарит ней они больше они толще они тяжелее вот давайте начнем мы какое-то количество для вас приготовили это то что мы использовали используем сейчас предлагаю начать с компактных ковриков с маленьких легких ковриков они очень актуальны особенно для тех стрелков которые принимают участие в соревнованиях летают потому что все ребята кто летает самолетами в разные регионы на соревнования сталкиваются с проблемой перевеса крупных габаритов каких-то и так далее вот поэтому в данном случае компактный легкий коврик он вот такое достаточно интересное решение для проблемы перевеса для проблемы слишком больших габаритов нашего все всего оборудования всех аксессуаров давайте начнем вот с этого коврика это легкий компактный коврик для теплого времени года от компании армагеддон соединенные штаты америки я сейчас вот это все убираю и будем каждый коврик раскрывать и каратенечко о нем поговорим поехали и так все сторону тут нам не мешало уберу и начнем вот с этого товарища повторюсь это коврик от компании армагеддон армагеддон выпускает очень много таких прикольных стрелковых аксессуаров коврики какие-то клатчи для патронов сумки переноски очень много толковых у них мешков для стрельбы мы делали обзоры некоторую из их продукции в общем посмотрите в россию отсылают без проблем вот такой коврик он так достаточно быстро раскладывается вот так он выглядит я думаю будет вам видно значит что мы имеем естественно коврики в основной своей массе делаются из кордуры чтобы она не промокала или же промокала но не быстро это в тонкий коврик здесь двойной слой кайк кордуры в области груди здесь есть пенка то есть значительное утолщение имеет чтобы мы не застудились чтобы было комфортно стрелять то есть приблизительно приблизительно вот в этой области он имеет здесь вставленную пенку коврики есть люверсы это для закрепления его на грунте чтобы не сдувало ветром чтобы он не скомкивался и стрельбак комфортно было два люверса с одной стороны два люверса другой стороны вот такой он достаточно простенький здесь нет никаких карманов никаких велкро не ничего такого нет просто обычные стрелковый коврик очень компактные очень легкие значит армагеддон выпускает эти коврики нескольких рассветках в данном случае у нас танк песок они есть в оливии мультиками еще какие-то рассветки то есть вот такой коврик повторюсь компактные легкие для теплого времени года и для перелетов значит на самолете самая армагеддон быстро сворачивается быстро разворачивается то есть вот такой коврик поехали дальше давайте дальше друзья опять же первая категория компактные легкие коврики вот такой ковер это компания колтак делает он немножко больше габаритов но он тонкие и достаточно легкие имеет вот такую ручку можно зацепить там за карабин как-то вот сейчас мы его откроем коврик также сделан из кордуры причем вот у колтака такая кордура она прям идет с такой мощной пропиткой ее видно но немножко даже блестит я думаю здесь хорошие водоотталкивающие свойства вот в таком он цвете олива приятный достаточно также ничего особенного обычный коврик вот так вот такую форму имеет здесь один слой кордуры и также в области груди у нас здесь есть пенка такое значительное утолщение вот колтаковский коврик имеет люверсы для его закрепления спереди люверсы сзади у них есть еще вот такие стропы их можно снять значит фишка этих строк в том что мы сюда ставим наши сошки вот ставятся сошки и можно их надо нагружать до чтобы когда мы нагружаем винтовку чтобы сошки не уползали вот они сделали вот такую вот фишечку можно этим пользоваться можно не пользоваться здесь вот на крючочке это можно если не нужно просто убрать вот такой коврик также он повторюсь легкий компактный для лета для теплой весны для теплой осени для перелетов самое давайте его сторону еще один мат из категории компактных легких это коврик от tabgear от американской компании из всех тех которые я показал да вот этот самый компактный он вот практически помещается в ладонь мне для перелетов для транспортировки вообще суперский коврик вот такие вот он имеет лямочки можно подвесить на карабинчик за рюкзак куда-то на пояс совершенно крошечные имеет фастекс и давайте разложим его посмотрим также кордура значит с пропиткой водоотталкивающий вот люверсов здесь нет но закрепить коврик можно через вот эти же петельки через эти петельки грунту можно прикрепить чтобы не ветром не сдувало и не комкался он под вами ничего в области груди тоже есть пенка небольшое утолщение чтобы не промерзнуть чтобы было стрелять комфортно такой вот коврик табгир также выпускает там с десяток наверно цветов есть вот это олива очень такой приятный цвет для транспортировки для перелетов повторюсь вот это решение она просто офигенная очень компактные и легких на стрельбище все ваши задачи выполнить убираем поехали дальше чуть более габаритные коврики в данном случае это коврик милевский это отечественное производство под брендом миля сделан чуть более габаритные но не слишком тяжелые также имеет петельки вот здесь на фастексе он закрепляется два фастекса давайте откроем посмотрим вот данный коврик имеет пенку вот в этой части в середине до полностью на всю свою длину да то есть вот этот милевский коврик он в принципе может подойти и на такое холодное время года когда уже достаточно прохладно вот здесь пенка и вот в этих частях тоже есть пенка да то есть вот с этим ковриком будет немножко потеплее и комфортнее стрелять в прохладное время года да а также он не сильно габаритные можно тоже брать перелеты выполнен из кордуры насколько я помню милевские коврики также есть в разных рассветках этот олива есть у них мультикам еще полный какие-то давайте дальше следующий коврик это тоже российское производство компания русский снайпер коврики от этой компании кстати очень часто можно увидеть у стрелков распространенные стоят недорого ну вот как-то парням приглянулись стреляют но это коврик уже более габаритные да он подойдет наверное для поездок на стрельбище вот на машине в перелеты наверное я такой коврик не взял потому что повторюсь габариты имеют большое значение можем коврик уже вот в этой части вот это в области груди области наших локтей он широкий он имеет такую толстую достаточно пенку хорошо подойдет для холодного времени года вот так он выглядит также люверсы для закрепления на грунте с каждой стороны спереди сзади вот здесь есть велкро можно что-то какой-то я не знаю какие-то подсказки шпаргалки закрепить какие-то карты огня вот в принципе удобно вот в такой рассвет расцветки мультикам не слишком он длинны по длине но хорошая в ширину то есть можно достаточно комфортно лежать расставив руки руки будут на коврике они на грунте вот компания русский снайпер отечественное производство посмотрите я думаю в интернете найдете стоит недорого и повторюсь очень часто можно встретить у стрелков последние товарищ на сегодня также коврик для зимы от норвежской компании ульфеднер такой вот очень широкие толстый и тяжелый коврик парни наверно его делали для суровых норвежских условий стрельбы давайте откроем достаточно длинный коврик он очень толстый здесь толстая пенка я думаю что самые лютые морозы при стрельбе лежа с грунта со снега на этом коврике будет очень комфортно вот у них такой прикольный лого до волчья голова значит в области в области груди вот в этой части коврик еще толще да здесь мы имеем вот такую вот вставку подразумевается прошита такая стропа это также для установки сошек до чтобы сошки можно было нагружать они ставятся вот под эту стропу и не съезжают при стрельбе вперед ну такое интересное решение на мой взгляд очень удобно и можно этим пользоваться можно нет вот это что то ли она на велкро мы ее можем снять можем оставить стрелять стрелять с ней собственно говоря вот такой коврик парни для зимы конечно не для перелетов в машину закинули приехали на стрельбище постреляли свернули и уехали да отличное решение я думаю самые лютые морозы с ним можно будет очень комфортно работать парни ну вот такой обзор на стрелковые маты у нас получился мы вам показали те коврики которые есть у нас в распоряжении те которые пользуемся именно мы вот из отечественных это два производителя это коврики под брендом миля коврики под брендом русский снайпер из импортного это топгир армагеддон колтак и норвежские коврики что хочется сказать значит напоследок да это то что скорее всего и из личного опыта нужно иметь наличие несколько ковриков для перелетов для компактной транспортировки это должно быть что-то вот в таком форм-факторе до легкие компактные ничего не весящие коврики вот для тренировок для поездок на стрельбище на автомобиле это могут быть вот такие габаритные тяжелые и толстые коврики вот выбор на рынке очень большой повторюсь производителей масса мы вам показали только тот чем пользуемся мы это здесь не все представлено я надеюсь что это видео будет полезным друзья спасибо вам за просмотр всем до новых встреч